здравствуйте дорогие зрители хочу вам показать результаты которые у меня были видео я снимала первого числа и что у меня получилось вот видео было с вот этой орхидейкой лимончелло кратко напомню я купила у девочки в интернете пришло у меня не орхидейка лимончелло а пришел полнейший фузариоз и вот что у нее осталось смотрите фундазолом я обмазала листики эти не пропадают плотные хорошие она у меня стоит в системе закрытой и на дне немножко воды это я сегодня добавил было меньше воды и корни были серые я добавила больше воды и они позеленели то есть чтобы хотя бы один корешочек пил водичку напьется я чуть-чуть отолью оставлю на один палец пока у нее все хорошо и вот на ней три листочка ветер но будем ждать этот наверное отпадет потому что он самый крайний но в ней дальше не пошла вот ведь значит удастся ее спасти дальше от нее остался листочек без ничего самый крайний хочу показать результат вот смотрите он плотненький вроде бы хороший все я здесь кончик обрезала черноту и намазала лаком для ногтей смотрим пока корешочки он не пускает но он и не пропадает он у меня стоял в пенопласт вот так дырочку я вставляла и ставила в перлит мне эта система не понравилась так как корней нет листочек не достает влаги и может загнить я переставила в другую систему вот поставила в стаканчик в стаканчике вода пенопласт этот и ставлю его не так а вверх ногами вверх ногами оставлю из-за того что но кончик был очень гнилой фузариозной орхидейкой поэтому так и и ставлю если бы он не был такой гнилой а просто от орхидейки которая отломалась там или еще что то я бы его по-другому стала очень много способов наращивать корневую систему и для каждого для каждой орхидейки свой способ подходит поэтому девочки меня спрашивали я отвечаю форме видео потому что писать это долго я перевернула этот листочек и решила что он должен так растивить я поставила на пенопласт и он вот этим кончиком немножко касается воды вот вот так все пока он у меня так дальше были у меня орхидейки вот я выращивала на мхе но здесь другая ситуация эти три листика нарастил здесь она получается остался один корешочек здесь я тоже обработала всю лаком это она сейчас уже пускают новые молодые корешочки и она стояла у меня тоже на пенопласте попкой и в мох касался один корешочек и вот так она наращивает это еще один способ затем еще один был способ у меня вот орхидейка была полностью без корней ведь она три листочка уже нарастила два больших один маленький вот я обрезала корневую шейку обработала ее лаком для ногтей и было два листочка и она у меня пустила корневую систему здесь она стояла у меня над водой очень разные способы видите и каждый способ для каждой орхидейки разный а здесь я добавляла препарат hb101 так как ну другое качество листьев было все сюда и не добавляю это болезненная орхидейка а в такую более здоровую я добавляла и сейчас покажу еще один эксперимент который я производила наращивание цветоноса размножение цветоноса я все в одно видео собралась не морочить не растягивать долго и не рассказывать вам сказки хочу сама посмотреть что получилось я еще не открывала прошло уже дней восемь но вам все посмотрим загнили ли не загнили не очень интересно каждая орхидейка ведет себя по-разному поэтому нет такого точного способа что он там четко вырастет или не вырастет пробовать надо девочки вот смотрите это что у нее тут такое интересно немножко мог запах имеет кончик подпортился здесь смотрите слезла шкурка наверно выброшу не получилось следующее здесь я поставила несколько это с лимончеллы орхидейка была очень болезненная поэтому она может и не выжила поэтому видите а так у меня был эксперимент у меня очень сильно хорошо получалось даже выращивались детки а здесь видите не получается мягкая все таки фузариоз и подействовал и на цветонос тоже видите сползает не годится этот способ увы для моей орхидейки для моего цветоноса от этой орхидейки не подошел ну бывают удачи бывают неудачи будем еще экспериментировать пробовать мне это очень интересно кому интересно оставайтесь на моем канале и будем производить эксперименты и смотреть результаты вот у меня еще остался цветонос от орхидейки черная бернадетта кто знает название посмотрите в интернете как она красиво цветет на черное черное и серединка вот эта желтая вот остался цветонос а сама орхидейка пропала мне тоже прислали больной эту орхидейку я там видела что она начала пропадать от него осталось покажу что где она кстати а вот он видите что от нее осталось вот корешочка а шейка не осталось я все равно храню потому что этот корешок плотный зеленый мощный и не знаю что будет будет что-то не будет этот эксперимент у меня продолжается сказать стоит она мне пока не мешает на дне немножечко воды и одним кончиком она у меня в воде и еще также я оставила от нее цветонос ничего с ним не экспериментирую ничего просто поставила сюда же в эту воду и будем ждать что будет дальше какие будут результаты и чем это все закончится а перлит как раз к вот этому листику пока не подходит перлит я уберу перлит я покажу другой эксперимент орхидейкой на этой орхидейке пока не будем экспериментировать сейчас вам покажу новиночку как она приобрела это парфюмерная фабрика я ее купила по нормальной цене сейчас глянете уберу немножечко она очень классно пахнет парфюмерная парфюмерная фабрика и она еще бабочка посмотрите какая красота мне так нравится листочки у нее в крапинку но это сразу видно здоровая орхидейка посмотрите корней полный горшок шейка здоровая шикарная листочки отличные цветы замечательные я ее когда принесла сразу ее заливать не нужно даже если серые корни у нее были сильно подсушены корни серые я взяла поддончик такой и налила немножечко воды первый день немножко видите корни не позелене сегодня можно еще немножко добавить завтра еще немножко они постепенно позеленеет а если сразу залить то она может стресса ноль сбросить вот эти прекрасные цветочки он так пахнет девочки особенно когда солнышко на нее попадает сказочный орхидейк видите как она красиво не очень нравится дороговато немножко но ничего что она привлекает внимание вся бабочка они были не бабочки они в два раза дешевле а мне предложили бабочка конечно же не могла нет ну отказаться и я купила бабочку теперь у меня такая прекрасная красавица стоит на окошке я ее поставила на кухонное окошко когда пью кофе с утра обязательно не любуюсь потому что она маленькая хорошенькая такая сказочная орхидеечка еще и придает приятный запах на всю кухню красненький расцвет красавчик в общем каждое растение красиво и приятно по-своему все девочки и мальчики всем удачи всем пока до новых встреч всего вам доброго до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok